Недовольство военных уже тоже немало, перехваты разведки, соцсети просто кишат негативными комментариями. Как может разгореться это пламя убийством пехоты какого-то генерала на фронте, который требовал умирать за Путина, или какой-то другой вариант? Это вообще реально? Вы знаете, я бы сказал, что роптание солдата – это вечная история, она везде происходит, везде случается. В российском варианте она просто куда более чудовищней, потому что там везде обман. Неважно, денег ли, вооружений, смены, ротации, всего. Всегда это обман, всё построено на обмане. Вот это усугубляет всё. Я думаю, что да, напряжение может возникнуть, но знаете, какого прежде всего рода? Это если действительно будут применяться заградительные меры. Вот если заградоотряды не станут кадроваться, как рассказывают, и действительно будут расстреливать убегающих с передовой военнослужащих, неважно, ЛНР, ДНР ли это, регулярные части российские, ЧВК, Вагнер, что там, я не знаю. А будет, то я не исключаю вот этих конфликтов, внутренних разборок между одними и другими. Вот это точно может быть. Далее. Мы не понимаем, что будет происходить при массовом снятии с позиции. Может такое быть? Ну, ничего исключать нельзя. Просто сказать, а чё мы тут у Херсона сидим? Чё это мы должны умирать? За что? А не лучше ли вплавь через Днепр и на левый берег? Чё это мы тут будем умирать-то? За что, главное? Может такое быть? Может такое быть. Но, повторяю, проблема будет в том, кто их будет останавливать. И как их будут останавливать? Оставайтесь на позициях. А чё это мы должны оставаться? Ну, за Родину, за Путина. Никто за Родину, за Путина сидеть в окопах не будет. Это уже проверенная вещь. И перебежчики, и информация. Вот этот Филатиев, который сейчас улетел в Западную Европу и так далее, говорят о том, что воюют за деньги, 90%. За зарплату. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что ждать надо напряжения вот такого рода, когда будет попытка остановить хаотический бег при каскадном обрушении фронта, который мы видели в Харьковском направлении. Если такое же, например, на правом берегу Днепра. На юге. Если это будет происходить, то скорее вот это возникнет. Перестрелки взаимные. А давайте снесём к чёрту кадыровцев и убежим. Может такое быть? Но вообще нет. Почему нет? Вот ещё, возвращаясь к военному командованию, если Путину так легко сменить человека с того или иного поста, например, Шойгу или Герасимова, почему Путин не может их сменить или даже убить, чтобы потом не говорили о провалах, спецоперации? Ну, например, послать Шойгу на Донбасс, инспекции, ну, а в Москву он же вернётся в пакете. Может ли быть такой сценарий? Понимаете, какая штука. Снятие – это реальный сценарий, но, опять же, если ты его сейчас снимешь, кого ты поставишь? Ты поставишь такого же, которого через какое-то время тоже надо будет снимать. Одно дело, руководители направлений в генштабе, родов войск или же армии, либо округов снимать, а другое дело, министр обороны и руководитель генштаба. Может, он бы и снял. А на кого менять? Кого ставить? Кадырову ставить? Ну, так всё. Всё закончится за месяц. За месяц всё закончится. Всё будет. Вся территория где оккупирована. Ещё и Белгород с Ростовом попадут вообще и Таганрог в зону опасную, так сказать. Может, ещё и оккупировать. Поэтому, ну, так и не на кого менять. Он бы и поменял их. Может, он и поменяет, но потом. А сейчас, если ты поменяешь, надо же кого-то ставить. Ну, говорят, золото. Ну, золото ещё больше дурак, чем, значит, Шойгу-то. Тоже без образования вообще. У него школьное образование. Говорят, тоже неполное. С ошибками пишут. Поэтому, как бы, понимаете, Путин бы, может, это и сделал бы. Но если бы он видел, что это приведёт к какому-то отношению. А вот как бы волнение в войсках и всё остальное вот это усилит. Скажешь, ну, слушайте, уже он туда пошло. Если бы он поставил какого-то генерала, который вот прям боевого. Ну, нет такого. Он же сам довёл до ситуации, где нет таких генералов публичных с авторитетом в войсках. А кто это? Кто знает этого Суровикина? Кто его знает вообще? Никто его не знает. Мы его знаем по событиям в августе 1991 года. Его посадили тогда. Потому, что он командовал танками, которые раздавили протестующих в 1991 году. Но другой вопрос, что, я повторяю, значит, Путин не в его практике. За все годы, что он четверть века почти находится у власти, он так никогда не подступал под давлением не принимал кадровых решений. Он давал паузу. Поэтому я думаю, что он сейчас в некоторой ловушке, если он сейчас поменяет кого-то из них, Герасимова или Шойгу, это оправдан только в одном единстве случая, если он поставит кого-то, кто прям вот... А боевого генерала страшно поставить. А возьмёт ещё переворот, учёт ещё что-нибудь. Ты тоже, лояльность, вопрос очень тонкий. Одно дело, когда ты выигрываешь, это все за тебя. А когда проигрываешь, это не совсем так. Поэтому опасностей больше и рисков, нежели выгод для Путина, я имею в виду. Поэтому я думаю, он будет ждать конца операции в том или ином виде и уже тогда будет всех наказывать. Продолжение следует...